О, да ты був, кума Лично у меня утро начинается не с кофе, а с видео блуда Блуд просит не спойлерить, но сам же провоцирует на это Вы чё, вообще уже поехавшие что ли, или что? Днём мутузит людей, ночью снимает яойные новеллы Что это за покемон? Это блудлиннесс! Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами блудлиннесс И сегодня мы дальше продолжаем играть в драматическое убийство И вот не было где-то серий День у нас или два Не помню уже, если честно, но там серий хватает Я думаю, все успеют посмотреть, пролайкать и тому подобное У нас сейчас стримы, постоянные стримы У нас сейчас Mass Effect там проходится и тому подобное Там атмосферка такая крутая Так что приходите, он и сегодня будет Или, наверное, уже идёт, не знаю, без понятия Так что Twitch, ну, вы можете подписаться там И смотреть, проверять В группе ВКонтакте оповещения у нас выходят Ладно, поехали Кстати, по поводу перевода У нас девчонка одна помогает Просто вообще спасибо ей огромное И плюс ещё и редактят Редактчат там всё, короче Дедушка наша редактчат Короче, у нас всё чётенько будет происходить Я думаю, после русского перевода У нас сразу пойдёт дальше прохождение Одно только но Нужно время Постоянное время, чтобы находить Чтобы записывать серии Потому что то стрим, то тос, то дела То ещё что-то И вот такие дела Ладно Разве не Драйджу стоят на первом месте в РИП? Так Это мы все собрались Мы тупо все собрались обсуждать Что там да как и тому подобное Именно Ой, куда я там уже нажимаю Так, поехали Там очень много людей Поэтому, скорее всего, вся команда Находится где-то в пределах острова Думаю, так Мои ребята тоже занялись поисками Однако мы ничего не нашли Будем сейчас искать Мизуки и тому подобное А я смотрел всё с крыш Но тоже ничего не обнаружил Должно быть я не в каком-то изолированном месте О чём это ты? О таком месте, в которое не так-то просто попасть В точку Большеголовый чудик, дело говорит Большеголовый Я не чудик И мы выходим, кстати Мы будем выходить на Коджику по-любому Первый рут Потому что у меня есть перевод такой Потом дальше пойдём Не знаю, на Нойза И тому подобное Минг медленно выдохнул клуб дыма Твою бабушку прячут Твою бабушку Я так всегда выражаюсь Твою бабушку, бля Прячут в Кейсине на севере Кейсин? Если подумать, там находятся заброшенные склады Проверь Минг махнул трубкой Нойзу И с каких пор я должен подчиняться твоим приказам? Тех самых, когда мы начали работать вместе Ты ведь тоже хочешь разобраться в этом? Так какие проблемы? Ха Типа ха Так Опа, кубик Чё у нас там? Типа карта? Нойз недовольно цикнул Но всё же активировал монитор и клавиатуру своего коммуникатора И начал действовать Правда, почему именно ты раздаёшь приказы? Да вы ещё поссорьтесь Господи Хорошо, если хочешь, давай, бери инициативу в свои руки Ха? Коджика Да я не успел прочитать Вы чё, куда вы летите? Так, Коджику угрожающе поддался вперёд И недовольный таким ответом Напарник Минка Всё это время чистивший перья Отлёгся от своего занятия Думаю, сейчас не время тратить силы на бессмысленную ругань Вот хоть кто-то правильно говорит А ты вообще завянь Нормально Бенни, сидевший на плече у Коджику Уставился на какаду, распушив перья Напарник Подставить своему хозяину Что сказал, блядак? Мать твою, иди сюда Я тебя сам трахну Говно собач Бла-бла-бла Заткнитесь оба Так, Нойз прервал их перепалку И развернул монитор в нашу сторону На экране отобразилась карта нашего района И с отмеченным красной стрелкой местом Здесь находится Кейсен Но я не могу подключиться к их сети Обычная закрытая зона Да что ж такое с Гуром Так, не подразумевает никакой сети вообще Мне же выдала именно ошибку Другими словами, подделка Попытка замаскироваться Значит, мы не промахнулись То есть мы уже нашли место Как-то быстро Скорее всего, это место изначально предназначалось Под очист... Под очистные сооружения Но они ведь давно перестали работать Как бы то ни было Туда продолжают привозить всякий хлам, мусор Власти просто закрывают на это глаза Там прячут бабушку Там удобно спрятаться, чтобы никто не нашел Мои люди прочесали район Выяснили ее примерное местонахождение Мы даже не знаем точно, где она сейчас находится Но даже с такими шансами рискнуть стоит Допустим, похититель Литая Сан Действительно в Кейсене Но у нас ведь нет ни малейшего понятия об этом месте Разве не опасно идти туда вслепую? О, вовсе нет Я очень хорошо знаю окрестности А ты-то откуда знаешь? Ты сейчас не время для шуток Кстати, у нас... Ой, не та кнопка У нас какая-то девчонка нарисовала нашего клея Спасибо огромное Буду артики, наверное, вставлять по мере их появления Не буду в конец вставлять Буду в каждой серии, наверное, вставлять Как будут артики рисовать Если вы умеете рисовать, то бахайте Только, пожалуйста, не бахайте черно-белые Ну, как бы наброски и не заливайте их Если вы уж рисуете, так рисуйте полностью Там разрисовывайте и тому подобное Скетчики можно, но Скетчики могут выглядеть, конечно Опять же, как, ну, не знаю Не очень, даже не знаю Попробуйте, если вы рисуете, разукрасить И тому подобное там все сделать сразу А то бывает нарисуют Ну, не очень красиво, конечно Я не говорю, что типа Ой, если ты плохо рисуешь Ну, да, надо учиться и всякое такое Да, и не важно, короче Главное, вкладывайте душу в работу А то бывает такой ужас выкладывают Ну, то бывает иногда Периодически Ты сейчас не время для шуток Понимаю, но я, правда, знаю это место Раньше часто гулял там Музыка такая радостная пошла Почему, когда Клия появляется Музыка такая радостная идет Что случилось? Почему все вдруг замолчали? Неужели мне никто не верит? Вот у Клия реально голос красивый Вот, не знаю, если бы я был геем Я бы, наверное, вот от одного голоса Я бы, наверное, полюбил бы Пожалуйста, поверьте мне Я правда знаю Я даже могу нарисовать карту Если хотите А вот у АОБы Обычный вроде голос Возмущенный нашим скептицизмом Клия достал кулачок бумаги И ручку из кармана пальто Так-так-так Ага Клия увлеченно водил ручкой по бумаге Не останавливаясь ни на секунду Пятый световар Злые собачки Главная улица Главная улица Главная улица Вот, я закончил Эй, ты же не всерьез про эту карту? Сравни их Минк выхватил нарисованную карту Из рук Клия И передал ее Нойзу Типа туда же положи На карту, да? Похоже, да? Похоже, все сходится Значит, это правда Надо же Я же сразу сказал О, они не верили еще Такой у него этот И кубик улетел в Майнкрафт Что ж, благодаря ему Мы не заблудимся Будем следовать за ним Следовать за ним? Кстати, вы так заметили Глаза у АОБы Когда поменялись Я прям в шоке Вы вообще просто глазастые Сами, вот Внимательные Я в шоке Я реально этого не заметил Когда он разговаривал по телефону А тут вы прям так увидели все Это круто, реально круто Следовать за ним Опа 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 Жопа! Коджаку с кислым лицом Посмотрел на Клия А потом на остальных Он только делает, что Страдает странной хренью Довериться ему Да вы спятили Коджаку Ты какой-то вот вечно Ой, тому не надо Ревнивая какая-то Клуша Маклуша Ты не имеешь права Договорить о других Заткнись У меня тоже нет желания Общаться ни с кем из вас Но я разговариваю Со всеми нейтрально Так проще Тогда может нам лучше Вообще разделиться Так будет намного лучше Даже если мы сейчас Вырабатываем детальный план действий Нет никаких гарантий Что все будут Все будут четко следовать Особенно парень в противогазе Он будет падать постоянно Как бомба А я о чем? Вообще-то это касается Не только противогаза Но вот и тебя Что? Я ну Это же столько Я хочу подружиться Со всеми вами Один Клио нормальный Все остальные поехавшие Держу свои шутки при себе Шутки Нет, это невозможно, я боялся, что так и будет работать. Я оказался прав. Никто не хочет работать сообща. Если бы они хоть вместе попытались сделать вид, что могут работать вместе... Эй, противогаз, не влезай в наш сложный разговор. Противогаз. Разговор со своей глупой башкой сидит тихо. Уж кто бы говорил. Ну почему, и это-то грубо. И он для меня совсем не сложный. Да ты сам для других сложный. Так не честно, почему все такие грубияны? Противны. Достал уже со своим нытьем, хоть здесь никому нельзя доверять, не говоря уже о всяких противогазах. Хоть что-то умное сказал. Сам только и делай, что ноешь о том, как никому нельзя доверять. Трипло. Ах ты, мялкий ублюдок, да вы задолбали, потрахайтесь все вместе и все, успокойтесь. Мальчики, не делитесь. Я молча сидел и ждал, когда же иссякнет их поток красноречия, но они все продолжали припираться друг с другом, как малые дети. У нас нет времени на это. Пока мы здесь прохлаждаемся, бабуля может быть в большой опасности. Возможно, времени у нас все меньше и меньше. Эти парни, серьезно? Эй, Ва, прекратите уже! Бабушка во обувь селилась, короче. Вот. Так. В конце концов, они вывели меня. Хоть какая разница, черт, а с два меня послушают? По крайней мере, я так и думал. А, Эм? Они обосрали все. Они в самом деле вдруг замолчали. Э, что? А, опа, прав, мы должны прекратить это. Сразу нормально такой. Ага. Можно было бы уже давно сообразить, что мы тратим время впустую. Как бы то ни было, выдвигаемся. Верно, пора идти. Наконец-то. И словно вы их всех в одну секунду подменили, они поднялись диваной и пошли нахер к лестнице. Не знаю, каким образом, но кажется, все пришли к взаимопониманию. Ну, неважно. Все оказалось не так уж безнадежно. Хорошо, идем. Взяв с себя руки, я встал и пошел за ним. За ними. Бабушка, я обязательно спасу тебя. А затем найду Мидзуки и всех остальных из Драйджуса. С этими мыслями я вышел из магазина, и все мы направились в сторону Северной области. Вот охрененная игра. Тут все происходит быстро. Поговорили, пошли. Нет, как вот в Ламент, в других играх. Ой, мы должны там старую библиотеку найти, манускрипты, херипты. Ой, мы должны то сделать, ой, мы то. Блядь, 200, сука, серий записал. О, ну ладно, погнали. А то как-то мы засиделись, как-то мы затянули все это. Тут все сразу происходит. Вот это мне нравится. Вот это реально круто. Экшон сразу происходит. Сюжет не стоит на месте. Локации, все меняется. Все четненько. Вот такое я люблю. А не то, что там рассуждения по полдня. Такое круто было только рассуждение. И тому подобное затягивающиеся моменты только в песне Саи. Вот там реально они подходили к тому. Потому что там, ну, тяжелая, нагнетающая атмосфера, там, и всякое такое. Хотя, опять же, кто там, Чирал или Нитро сделали эту песню Саи. Так что, на первый взгляд, Кейсон и правда подходил больше на свалку, чем на когда-то рабочую зону. Даже если мы встречали по-друге старые склады, все они давно были закрыты, либо заброшены. Неудивительно, что сюда, в конце концов, стали нелегально свозить мусор из основной части города. Словно желая приукрасить это безлюдное место, жители порой стаскивали в Кейсон даже старую мебель и прочие отслужившие срок хлам. Конечно, здесь не было ни единой живой души. Эта атмосфера вокруг казалась еще более жуткой. Стараясь не привлечь внимания наших врагов, раньше времени мы осторожно следовали за Клия. Тут, короче, как в «Ходячих мертвецах» банда мусорщиков или типа такого, да? Сейчас увидим их. Здесь не горы мусора. Кое о чем не напомнили. О «Ходячих мертвецах». Все это похоже на место из той игры. Это ладно. Ладно. Это та игра разве? Это то место? Я думал, это тюрьма была. Но, опять же, вы спойлерите. А это было дверь, не тюрьма. Да неважно. Не спойлерите, не говорите, что это. Не говорите, что... Если я вот неправильно сказал, или я говорю, интересно, что же там будет? Это не означает, что вы должны что-то рассказать. Вы просто должны смотреть. И ржать с того, что я ничего не понимаю. Вы знаете. И все. Вот это четенько. Есть люди, которые пишут. Я знаю спойлер, но я не скажу. Но тебе тяжело, сука, терпеть. Но я не скажу. Вот вас я поцелую в пузико и пузигренку вам поджарю на своей коленочке. Игры? Игры? Та игра, которую мне прислали. Даже не совсем игра, скорее, дома-версия. И там был персонаж, похожий на бабушку, которого похитили и унесли на какую-то свалку. И мы сейчас тоже на свалке. Просто сопадение. Ну, конечно, сопадение. О том, как я думал, но все это очень странно. Как будто бы кто-то нам помогает. Но кто? Мы должны быть недалеко от того очистного сооружения, если я не ошибаюсь. То есть кто-то нам помогает, помимо того, кто похищает. Не похититель же помогает нам, правильно? Правильно. Но кто, блядь, это делает? Если вы напишите в комментариях, опять же, получите бан. Поэтому не надо. Люди другие смотрят. Ладно, я ищу. Но сразвернул карту на своем коммуникаторе так, чтобы всем было ее видно. Вот здесь. Самое высокое здание в этой области. Больше похоже на ловушку. И улетел. Значит, нам стоит направиться туда прямо сейчас. И Клея уверенно сожигал по направлению к тому зданию. Конечно, он говорил, что раньше гулял здесь. Но черт знает, что у него на уме. Да, Клея, я думаю, нормальный и все в порядке будет. Как бы то ни было, мы продолжали пробираться за ним по протоптанной среди гор мусора дороге, пока не вышли к огромному заводу. Кажется, он нам и нужен. Пожалуйста, подождите. Клея вытянул руку, как бы прося нас остановиться. Что-то не так? Я слышу прямо сейчас. Там. Слышишь? Да там ничего нет. Кхм. Я внимательно прислушался, но не услышал ничего, кроме шелестящего на ветру мусора. Однако, не похоже, чтобы Клея пришло в голову шутить именно в такой момент. Я слышу их. Они там. Какой-то у него охрененный просто слух. Пойдем. Прямо как у ведьмака. Стараясь не шуметь, мы продолжили идти вперед. Когда мы подошли достаточно близко, я тоже услышал кое-какие звуки за стенами здания. Так. Клея был прав, там люди. И кажется, намного больше, чем мы думали. Я жал ремешок в сумке, и Рен сейчас должно быть в спящем режиме. Просто чтобы убедиться, что Рен со мной, я пощупал верхнюю часть сумки. За решеткой посреди впереди начинается запретная зона. Не только я, но и все остальные проверили своих напарников по сигналам, исходящим от них в активном режиме. Нас могли легко засечь. Нам надо их повыключать, что ли? Мы подошли к черному входу, дверь была слегка приоткрыта. Коджаку осторожно заглянул внутрь. Интересно, а там кто-нибудь есть? Зайдемся вместе. Если что, парни из моей команды тоже должны быть здесь, и нас подстрахуют. Черт знает, что там внутри. В итоге мы решили, что Коджаку Минг Лия и я пойдем внутрь. Ной же останется снаружи, будет следить за ситуацией через сеть, почищая следы нашего пребывания в здании. А отойдя в сторону, Нойз активировал через коммуникатор, клавиатуру и монитор, и приступил к выполнению своей части плана. Можете спокойно идти. Так, выбор. Подойти к Нойзу ближе, наблюдать за Нойзом издалека. Хммм... Наверное, мы же не на Нойза выходим, значит, издалека, скорее всего. Хотя я уже, наверное, не знаю, на кого я выхожу. Я взглянул на Нойза, похоже, он очень занят. Думаю, не стоит сейчас мешать ему. Разве это не захватывающе? Тут тебе не игра, знаешь ли. Иксу. Пошли. Так, по сигналу Минка к Коджаку открыл дверь. Опа. Что такое, мы в темноте? Блин, это тут и хоррор какой-то есть охеренный. Вот это, блин, вот это надо уже писать с вебкой, мне кажется. Кляк оказался прав. Здесь были люди, много людей, все в черных одеждах. Ууу, это и кроме нас еще люди были. Друзья, если вы хотите вебочку в следующем видосе, то давайте наберем тысячу лайков. Вот если мы тупо тысячу лайков наберем, то я, наверное, буду все следующие видосы с вебкой записывать, если вы хотите. Можно без вебки записывать. Это наберем или не наберем, все дело зависит от вас. Так. Неужели это парни из Морфия? Такое ощущение, как будто бы они как под гибнозом. Все они разом обернулись и усталились на нас. Это какие-то зомби, а затем одновременно, словно по команде, ринулись в нашу сторону. Они приближаются. Понеслась. Эй, вы, сюда. Опа. Коджаку и Минг первым кинулись навстречу толпе. Я тоже сорвался с места. Клияние охотно последовало нашему примету. Коджаку-сан. А это кто? За нами послышался топот. Это парни из Бен... Беннишигуря. Ария. Одобрительно взглянув на свою команду, Коджаку продолжил атаковать людей в черном, сбивая их с ног одного за другим. Они как загипнотизированы, походу. Минг тратился молча, тяжелыми кулаками отправляя в нокаут по два, а то и по три противника сразу. Посмотрите, тут какие-то, если взглянуть, номер, номера, шесть номеров. И это как загоны какие-то для людей, что ли? Кому-то прилетело. Я тоже вырубил нескольких из них, но в один момент не успел увернуться и получил локтем по подбородку. Ау-ау. Ах ты. Мой противник немедленно замахнулся для следующего удара, но я пересек атаку, схватив его за руку, а затем заметил, что он замахнулся уже другой рукой. Какой же ты настойчивый, а? Когда я заглянул ему в лицо, по спине пробежали холодные мурашки. Что с его глазами? Взгляд пустой, как у безжизненного манекена. А, и теперь, когда я получше присмотрелся к его лицу, я вдруг узнал его. Это Мизуки? Этот парень из Драйджуса? Да. Стоит мне отвлечься, как он... Он воспользовался моментом, вышиб меня ударом в плечо. Я на секунду зажмурился от боли, пропешавший по всей руке до самых кончиков пальцев, но устоял. А, больно же, придурок! Нихера там! Разозлившись, я пнул его с разворота. Моя атака пришлась ему прямо в живот, и парень замер, покачнувшись. Люди здесь. Неужели они все из Драйджуса? Вау! Чей-то кулак пролетел в мою сторону, я рефлекторно пнул по нему. Кстати, а куда делся Клиа? Искать Клиа? Позвать Клиа? Позвать, мне кажется, искать сейчас, наверное, бессмысленно, да? Клиа, ты в порядке? Да, Клиа здесь, я в порядке, хозяин. Я вернулся на звук его голоса, увидел, как несколько человек в черном двинулись в сторону Клиа. Опа. Вау, что это? Что за? Что это? Это Клиа? Клиа. Что за... Походу, он сейчас сойдет с ума и перебьет их всех, нет? Или что это? А что это за вставки? Жамк. Можно проклацывать? Опа. Комиксом сделано, смотрите. На! Чпок. Это можно переклацывать или нельзя? Это комиксы, что за... С криком прося остановиться, Клиа размахнулся и одним ударом вышиб одного из противников. Господи. Что за комиксы? Что ж, ничего другого я не ожидал. Эти парни какие-то странные. Почему... Почему он вышиб одного парня и все это показали в таком юморном стиле? Вот это вопрос. Никто из них не произнес ни единого слова с того самого момента, как мы появились здесь. Они только делали, что упорно атаковали нас снова и снова. И пустой взгляд одного из них. Вдруг они сменили цель, побежав в сторону Коджику. Еще секунду, и они окружили его. Так, а вот теперь надо помогать, походу. Отлечь врагов Коджику, подбежать Коджику. Походу нам надо выходить на него, поэтому надо подбежать, наверное, к нему. Хрен его знает. Я потом в выборы посмотрю, как надо выходить на него и прям точно-точно выйду. Если вдруг что-то сделаю не так. Коджику. Подбежав к Коджику, я остановился позади него. Не позволив противникам внезапно атаковать его со спины. Пока я одарил... Пока я одаривал толпу парней в черном размышлястыми... Размашистыми, точнее, пинками, он выхватил свой меч, однако лишь для того, чтобы оглушать противников тяжелой рукоятью. Но правильно их убивать не стоит, потому что хер его знает, что с ними там. А оба разве они не с драйджуса, а? После его слов я сообразил, что это не просто мое разыгравшееся воображение. Походу Морфи как-то их гипнотизирует, но зачем, непонятно, они армию себе делают? Да. Но тогда почему они ведут себя так? Хозяин, я слышу, что там еще много людей, и они идут сюда. То значит, это была ловушка. Минк сорвался с места и побежал дальше вглубь здания. Эй, погоди! Коджику было... Откликнул Минка, но заметил, что лежавшие без сознания, люди в черном начали подниматься, словно зомби. Он с криком кинулся на них, одного с другим оглушая рукоятью меча. Срывая лишь листья, не загубишь все дерево, идите вперед, я их беру на себя. Хорошо, спасибо тебе. Надеюсь, я правильно на Коджику выхожу, хер его знает. Сейчас не время сомневаться. Мы с Клея побежали за Минком. Впереди был выход в коридор. Действительно ли это путь ведет внутрь здания? Опа. Но только мы вбежали в коридор, как трое парней в черном переградили нам путь. Полагаю, с этим разберемся мы. Эй, ты пойдешь дальше. А? Один из парней побежал было в нашу сторону, но его встретил кулак Минка. Быстрее, противогаз, остаешься со мной. Что? Ну, я хочу пойти с хозяином. Инезавтра схватив Клея за шею, Минк пилился в меня взглядом, типа, беги. Спорт с Минком согласится? Соглашаемся. Мы все равно на Коджику выходим, так что нормально все. Клея, я рассчитываю на тебя делать то, что говорит Минк. Если будешь таким же бесполезным дальше, то я за тебя не ручаюсь. Понятно, сделаю так, как хочешь с хозяином. Очередной противник уже приближается. А, пожалуйста, прекратите. Поторопись уже. Извините. Миново парней в черном и людей Минка, я добежал до дверей в конце коридора, ведущий дальше. Сейчас что-то мы увидим, мне кажется, что-то жесткое мы увидим. Или нет? Хотя, я открыл ее и оказался снова на улице. В нескольких метрах от меня находилась автостоянка, где были припаркованы небольшая легковушка и черный фургон. Рядом с машинами толклось несколько парней по одежде, похожих на тех, кого мы встретили внутри здания. Вдруг задняя дверь легковушки распахнулась, и оттуда вышли двое. На секунду остановившись, они выволокли кого-то еще и потащили его к открытому фургону. Мой взгляд упал на того, кто был в середине этой троицы, и я не смог задержать крика, это, наверное, бабушка была. Бабуля! Невысокий силуэтм человека, окруженного черными фигурами и вынужденного, вынужденного идти к фургону, несомненно, принадлежал бабуле. Но мы крик обернулись, и от группы отделилось несколько парней, побежав в мою сторону. Стойте! Один из людей приказал им остановиться. Я не смогу рассмотреть его лица из-за низко опущенного капюшона. Он подошел ко мне, остановившись в паре шагов. Обеими руками он медленно снял капюшон. Неужели это Мизуки? Я увидел его лицо, и... Мое сердце словно остановилось. Кто это? Кто это? Мизуки? Чё? Ну, я уже было подумал, что ты так и не появишься. Впрочем, весь ты... В этом весь ты, ау. И на этом просто тупом моменте мы заканчиваем наше прохождение. С вами был Блуд Лена. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем продолжать дальше. Я попытаюсь завтра записать нормально серии 3 хотя бы, и нормально дойти полностью в русский весь пройти. Но там осталось, в принципе, немного. Там где-то, ну, может, час. Я как-то не знаю, что-то, как-то я думал, мы уже дойдем, но нет. Осталось немного, друзья. Приходите на стримы. Стримы практически постоянно сейчас. Я там. Дела быстренько порешаем. Все будем делать. Так что, хорошего настроения. Ждите серию, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи.